Почему вы не худеете в дефиците калорий? Я уже много раз рассказывал, писал и снимал видео на эту тему, но у меня продолжают поступать вопросы подобного содержания. Я сижу на дефиците калорий, но не худею. Почему так? Объясните, пожалуйста, что мне делать. Давайте начну с основы, а потом в нюансы. Основа. Если вы не худеете в дефиците калорий, вы не в дефиците калорий. Все вот так вот просто. Дефицит калорий – это похудение. Это синонимы. А теперь давайте разбираться, что у вас там происходит. Первое. Если ваш калькулятор калорий вам сказал, что вы в дефиците калорий, это не значит, что вы в дефиците калорий. Метаболизм – штука очень индивидуальна, и точно его посчитать можно только в лаборатории. Более того, метаболизм – штука нестабильная. Метаболизм не стоит на месте, он постоянно меняется. Второе. Вполне вероятно, что вы занижаете потребление калорий. То есть вы думаете, что потребляете полторы тысячи в сутки, а на самом деле вы потребляете две тысячи в сутки. Или вы потребляете полторы тысячи в несколько дней, а потом обжираетесь на 4-5 тысяч. Такое тоже бывает. Например, вы не учитываете масло в салаты, масло на сковородку, ну и подобные вещи. Третье. Очень вероятно, что вы завышаете траты калорий. Не считайте их. Серьезно. Пожалуйста, не надо считать те калории, ту энергию, которую вы тратите. Вы запутаетесь. Это только лишняя головная боль. Считайте только поступление. Одна из главных причин этого – это то, что траты калорий даже примерно посчитать не представляется возможным. Более-менее точно это просто нереально. Только если вы живете в лаборатории. Четвертое. Вы просто торопитесь. Дефицит калорий не означает, что вы будете худеть ежедневно, там, по несколько сотен граммов сбрасывать. Нет. В организме ежедневно болтается жидкость туда-сюда. Даже если вы в дефиците, вы можете набрать вес за счет этой жидкости. Хотя при этом жир будет гореть. Не торопитесь. Смотрите среднее изменение веса и обхватов в неделю. Примерно так. Еще раз запомним. Дефицит калорий – это синоним похудения. Спасибо.